Всем огромный привет! Новая серия дачного влога. Работа кипит, очередной день на дачу. Мы приехали со свекром вдвоем освобождать домик от мебели. Решили некоторые шкафы не выбрасывать, а перевести их в бытовку. Кстати, перевозили на коляске, на которой я в том году катала детей. Мы хотели вообще ее выбросить, но хорошо, что не выбросили. В этом году она нас вообще так выручает, так как тачки у нас нет. Мы на ней вывозили огромные кучи веток на мусор, траву. В итоге вот даже шкафы поперевозили, и на удивление эта коляска даже не развалилась, очень нас выручила. В общем, в бытовку поставили шкаф, он сюда просто как влитой вошел. Я его протерла, помыла. Теперь есть дополнительные полочки, можно сложить какой-то инструмент, там молотки, пилки, какие-то жидкости, перчатки и тому подобное. Чуть позже мы сюда еще решили поставить стол, еще один шкаф, и даже тумбочка влезла. В итоге вот такая вот небольшая получилась бытовка для инструментов. На участке у меня зацвели ирисы. Такие красавцы, очень радуют, но жалко, что они недолго цветут. Первую комнату мы полностью освободили от мебели. Заметаю, убираю весь мусор. Вообще наш домик состоит из двух комнат. Основная комната идет как вагончик, а эта первая комната идет как пристройка. Все сделано косо-криво, и мы приняли решение полностью вот эту часть домика разобрать и заново перестроить. И плюс еще мы ее сантиметров, по-моему, на 70 сделаем больше, чтобы она была точно такая же, как комната, которая сделана из вагончика, чтобы потом при постройке крыши у нас была равномерная крыша. В общем, чтобы две были одинаковые комнаты. Следующий очередной день на даче. Я приехала ближе к вечеру, моросил небольшой дождик, а свекор здесь был сам целый день и уже разобрал практически всю комнату. Разобрав, мы увидели, что основные вот эти брусья, они от земли начали прогнивать. Поэтому по-любому это нужно все менять, все заново переделывать. Кто-то говорил, не проще вам было купить пустой участок, заново построиться, но нам понравился именно этот участок, поэтому работаем с тем, что имеем. Вторая комнатка выглядит пока вот так, оставили шкаф для личных вещей, диван пока, стол. Конечно, такой беспорядок бардак, но пока не до красоты, не до порядка, потому что идут ремонтные работы, постоянно все что-то переставляем, переносим, куча мусора, куча пыли. Когда уже построим, потом будет красота. Конечно, не успеваю вам все снять, но хотя бы так. Пока там свекра занимался досками, я пылесосила, намывала, натирала машину. Когда приезжаем на дачу, машина быстро пачкается, то мусор вывозим, то дети грязные испачкают, поэтому решила намыть ее. К вечеру распогодилось, и мы приехали в строительный магазин, который, кстати, находится совсем недалеко от нашей дачи, очень удобно. Выбрать немножко струематериалов, заказали, и уже на следующий день утром их привезли. Муж был выходной, поэтому с отцом они вместе все быстро разгрузили. В том году, когда мы купили дачу, я не видела, как цветут деревья, кусты. Я говорила, что это куст необычной сирени, но мне все в комментариях доказывали, что это не сирень. Но в итоге это, ребята, казалось необычная какая-то сирень, какой-то сорт интересный. Рядом куст маленький, это самая обычная сирень, но, к сожалению, этот кустик не зацвел в этом году. А это вот такой вот большой какой-то необычный сорт сирени. Тем временем, сырая мокрая погода, я взяла новую тяпочку, которую заказала на Валберис, и решила протяпать траву вокруг грядок, вокруг клумбочки, на клумбе прорвать травку. Все-таки нужно придумать какие-то дорожки возле грядок, потому что трава очень быстро растет. Как-то тоже обработать территорию вот вокруг кустиков с смородиной. Кто-то писал, Люба, бросай линолеум. Не хочу я вот это вот колхозить, потому что и так мы по максимуму ввозим весь хлам, а тут снова вот этот линолеум ложить не хочу, нужно что-то более поинтереснее придумать. Домик разбирается, осталась вон совсем одна стена. Хорошо мы поработали в этот день. И, конечно же, вкусный какой-то перекус у нас. В этот раз мы купили просто сосиски, сардельки и пожарили на костре. Зацвела калинка, и аромат прекрасный, и вид прекрасный. Вкусно подкрепившись, немножко отдохнув, продолжаем дальше дружненько работать. Я беру грабли и собираю весь мусор, который валяется под ногами, а тем временем мужики продолжают дальше разбирать домик. Бабушка с внуками сидит в домике, потому что постоянно моросил дождик, который немножко нам подпортил работу, наделал нам грязи, все мокрое. Пришлось и материалы немножко прикрыть, чтобы они лишний раз не мокли. Разобрали часть домика. Материалов старых очень много, поэтому складываем их стопочкой. Возможно, нам пригодятся в дальнейшем. А я тем временем перешла за домик, и тоже здесь насобирала кучи с мусором, освободила территорию за домиком, перенесла какие-то доски, ветки, палки, что там накопилось. Мусора собирается очень много, поэтому еще много нам придется вывозить. А тем временем этот день подошел к концу. Следующий солнечный день на даче. Приехала здесь такая чистота, пустота. Размеры комнаты уже раскинули. Один столбик угловой вкопали, а второй как раз попадает на уровень пенька. Поэтому придется как-то там крепиться. Так как комнату мы будем же делать больше, такую по размерам, как и комната из вагончиком. Поэтому придется как-то крепиться к пеньку. Ну да ладно. А это уже следующий день. Муж выходной. Меня не было на даче полдня. Приехала, мужики тут уже полкрыши делают. Конечно, сейчас специалисты в комментариях накинутся, скажут, что никто так не делает. Второй части дома еще нет. Ну а мы делаем. Во-первых, потому что нет старой крыши. И когда был дождь, все нереально начало протекать в эту часть домика. Приходилось даже тазик подставлять. За ночь полный воды был. Поэтому решили сделать полкрыши, как раз пока муж выходной был, чтобы помочь отцу. Не хватило нам материалов. Поэтому строительный рядом. Быстро поехали, заказали. И сразу же нам привезли. Мальчишек с бабушкой я отвезла домой, потому что уже устали. А я с мужиками осталась. И мы до 10 вечера доделывали крышу. У нас прям была цель доделать полкрыши. Все сами вон таскали, разгружали, поднимали. Даже я на крыше побывала. Очень нас выручил пневмопистолет с гвоздями. Для него мы, кстати, еще покупали компрессор. От воздуха он быстренько вот так вот гвозди прибивает. Очень выручил, потому что молотком стучать это было бы намного дольше. А здесь раз-два и готово. Такие прекрасные виды. Погода, кстати, нас не подвела. Дала нам хорошенько поработать. Хорошо, что не было дождя. Такой, знаете, солнечный классный был денек теплый. А я тут тоже на крыше посидела. Немножко вам познимала. Пилой сразу же отпиливали. Хорошо, что свекор прислал очень много инструмента, который нам пригодился. Потому что без нужного инструмента работа бы затягивалась на дольше. Я тут тоже помогаю. Ездила, кстати, днем в строительный магазин. Закупила 6 рулонов рубероида. И вот занимаюсь разметкой. Отрезаю нужные размеры. Сворачиваю в рулоны. Мы еще пока не перекрывали крышу профлистом. Потому что мы его еще не закупили. Но хотя бы вот перекроем рубероидом. Уже не будет промокать. Такой очень продуктивный хороший день получился. Много всего сделали. Очень устали вообще все. Мы, кстати, никогда до познания оставались на даче. Я даже ни разу не видела, какие здесь закаты. А в этот раз мы вот до познания делали крышу. Это уже было 10 часов вечера. И здесь оказываются вот такие вот красивые розовые закаты. Уставшие, счастливые, что доделали крышу. Комары немножко покусали. В общем, на вот такой вот нотке закончился наш день. В вечер следующего дня я с мальчишками приехала на дачу за дедушкой. Он целый день сегодня работал сам здесь. Всегда его забираем часиков в пять. Везем на ужин. Приехали. А здесь он за целый день сделал уже основу для пола. Все сам рассчитал. Все сам закрепил. Вкопал. Даже столбик, который нужно было крепить в пеньке, тоже каким-то образом закрепил. Я просто в шоке. Как он сам это все делает. Сколько сил и труда нужно потратить. Потому что как бы возраст тоже уже далеко не молодой. Вечером он жутко, конечно, уставший приезжает. Просто огромнейшее ему спасибо. Потому что если бы не мой свекор, моя бы мечта вот с постройкой, да, с восстановлением дачи исполнилась бы, наверное, не скоро. Потому что муж постоянно работает. А я физически сама бы это все не потянула. А мы с ним, мне кажется, как-то на одной волне. Он такой мечтательный, там что-то думает. И я такая же. Мы с ним, если на даче работаем, мы как-то с ним срабатываемся. Как-то все вместе рассуждаем, думаем. Просто огромнейшее ему еще раз спасибо. В этом году еще не стало моего папы. Поэтому свекор для меня как второй папа. Просто люблю, ценю, восхищаюсь. Просто говорю из глаза на мокром месте. За один день он перекрыл пол пола. И потом еще один день мы приехали на дачу. И завершали покрытие полов. Короче говоря, от родителей огромная просто помощь. Огромное им спасибо. Свекровь тоже молодец. И с детьми ладит. И вкусно нас кормит. В общем, как-то так. На этом я с вами буду прощаться. Всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующем влоге.